Сразу же заявил, что не проблема, он подождет, когда соперник придет в себя, придет в форму, и поединок этот все-таки начинается. Дмитрион был, кстати, очень благодарен за оказанное такое доверие и уважение, и сказал, что у Федора были все права на то, чтобы поменять соперника, отказаться от боя с Дмитрионом, но, тем не менее, вот он, этот бой, которого мы так долго ждали, гонг, и что ж, давайте смотреть. Так, визуально Дмитрион явно крупнее Федора, но не сильно выше, Федор очень аккуратно начинает эту встречу, никто не бросается вперед, несколько обманных движений в исполнении Дмитриона. Федор очень-очень внимательно следит за своим соперником. Опущены руки, но это, в общем, такая... Ну, это классическая история Дмитриона, он бросается всегда в атаку, чуть-чуть опуская руки, на этом его можно ловить. Да, поединок трехраундовый, но большинство болельщиков-экспертов сходились на том, что этот бой не должен продлиться все три раунда. В этом случае смотрим. Очень аккуратное начало боя. Федор говорил о том, что он залечил все свои травмы, так что, возможно, мы здесь увидим на периоды в борьбу, которых давно они наблюдали в исполнении Федора. Он славился именно этим, он выходец из самбо. Есть попадание! Причем обоюдное! Ух ты, да! Микрюк отправился первым, бросился вперед, пытается добить. Попадает еще раз! И все кончено! Федор Емельяненко проигрывает нокаутом на второй, кажется, минуте первого раунда. Вот это развязка! Просто, да, нет слов, потому что и было попадание у того и другого, но тяжелее удар, конечно, оказался. Мы это посмотрим. Повтор со всех ракурсов. Вот, обоюдный. Вот едва не было прям обоюдного нокаута. Хотя и Федор же тоже восстановился, но просто Метрион оказался более расторонным. Но, по всей видимости, там вот по плечу, насколько я увидел, удар Федора скользнул. Давайте вот отсюда посмотрим. Правая рука. Нет, точно был в челюсть. А удар Федора как раз вот пришелся по касателям. То есть он тоже был в челюсть, но... Чуть вот в сторону ушел, и поэтому Метриону получилось восстановиться быстрее. И здесь, конечно, да, Метрион, тот человек, о котором мы говорили, он не отпустит, если попадет. Тут же вскочил. Буквально какой-то доли секунды не хватило Федору на то, чтобы восстановиться. Есть вот эти тяжелые попадания справа-снизу. И дальше рефери был вынужден мешаться для того, чтобы превратить серьезные травмы. Вот это да. Да, ну вот разные были предположения, но никто явно не думал о том, что свалятся после первого же удара оба. Ого! И, ну, сильно тревожно за нашего бойца. Вроде себя очень хорошо чувствует, все в порядке. Но очень и очень опасный вот этот парень, Метрион. Тяжелый, габаритный. И есть даже у Федора рассечение. Скорее всего, получен именно вот из-за вот этого финального удара. Да, говорил Федор о том, что поменял подготовку. К первому поединку готовился в Старом Осколе со своей командой. Потом сказал о том, что не на пользу. Но вот результат такой, какой он есть. Очень обидный, очень грустный для нас. Но вот, тем не менее, руку поднимают Метрион. Давайте послушаем, что скажет. Обоюдный нокдаун. Он говорил своим тренером, он говорил, что, в общем, это будет быстро. Что произойдет так же, как с Дериком Льюисом. И что он будет готов взорваться одновременно с Федором. Да, и большая, соответственно, роль в его жизни играет семья. Большую роль играет. Он передает привет семье, своим детям, сыну. Но они очень близки в этом отношении с Федором. У Федора семья одно из важных мест в жизни занимает. Так же у Метриона. Но вот Метрион сейчас победитель. Друг Метриона, если я не ошибаюсь, Тим Хейк, канадский боец, не так давно погиб после нокаута. Он выступал по правилам бокса и погиб. И сейчас Метриона попросил помочь его семье, помочь его сыну. Говорит, если вы хотя бы по 25 центов скинетесь, То вы реально поддержку можете оказать этим людям. Ну, что касается вот именно того, как сложился бой, Мет говорит о том, что он знал, Но Федор стартанет, был готов к тому, что тоже взорваться. И говорит, о, черт, я увидел, что Федор лежит на спине. Надо быстро вскакивать и бежать, и добивать его. Ну, что ж, Метрион одержал победу. И, в общем, сделал свое дело. Тут никаких претензий быть не может. Это был честный бой двух мужчин. И победителем вышел американец. Мы это не к Федору. К сожалению, для нас выступление Федора было неудачным, Но мы знаем, что не один. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok